МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федеральные СМИ говорят о том, что горит завод «Красмаш». Но, напомню, по официальной информации, это цех по производству холодильников. И остальным цехам огонь не угрожает. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Пожар начался около восьми вечера. Клубы дыма было видно с разных концов Красноярска. И до сих пор несколько улиц и даже микрорайонов дыму. Людям советуют не открывать окна. На место уже выехала эколаборатория, чтобы делать замеры. На месте работает наш корреспондент Илья Филонов. Он на прямой связи со студией. Илья, что известно к этому часу? Да, Даша, сейчас мы работаем на месте событий. И к этому часу уже пламя удалось заметно сбить. За моей спиной сейчас видно, как работает пожарный. Он стоит на стреле и заливает предполагаемый очаг струей воды. Так происходит уже примерно три часа. Все время, сколько длится пожар. До этого открытое пламя вырывалось наружу и из окон. Сейчас, видимо, ситуация улучшилась. Огонь, как сообщает МЧС, локализовали. Черный дым сейчас не очень видно. Но я попрошу режиссеров поставить картинку, как это все было три часа назад, когда мы сюда приехали. Черный дым, потому что на крыше мазут. По нашей информации, здесь уже работает выдвижная эколаборатория. Чтобы сделать замеры воздуха, специалисты просят жителей близлежащих домов не открывать окна. Если станет плохо, вызывайте скорую. А 20-я больница уже готова принять возможных пострадавших от ЧП. Вообще, все произошло около восьми часов вечера. Горит завод холодильников, цех готовой продукции. Боевой техники там нет. Остальным цехам огонь тоже не угрожает. Склады сборки ракет «Сармат» и «Синева» находятся в километре от загоревшегося цеха. Опасности детонации ракет нет, сообщает наш источник. Все это находится на территории завода «Красмаш», который больше известен как оборонное предприятие, где производят ракеты. Поэтому к нему такое большое внимание. Федеральные СМИ сейчас пишут, что горит завод «Красмаш», но это не так. Повторюсь еще раз, горит завод по производству холодильников. Вот что говорят спасатели. Мы работаем по рангу пожара номер 4. На месте работают порядка 20 единиц техники и около 70 человек личного состава. Погибших и травмированных нет. Причина пожара будет уточняться позже. Угрозы перехода пожара на соседние здания нет. Поэтому надеемся, что в ближайшее время пожар будет уже локализован. Приготовили сыр. Общая площадь возгорания 20 тысяч квадратных метров. Уже произошло обрушение кровли. Пожару присвоен четвертый ранг. Это, поясню, самый высокий ранг пожара в нашем крае. Пока никакой информации о пострадавших и погибших нет. По предварительной и неподтвержденной, отмечу, версии, причиной возгорания мог стать химический взрыв. Но эту версию пока проверяют. Мы продолжаем работать на месте событий. Спасибо, Илья. Ждем новых подробностей. Но ситуацию с пожаром уже прокомментировал глава Ленинского района, на территории которого находится завод холодильников. Это Андрей Бордаев. Давайте послушаем. Работают пожарные. Жизнеобеспечению района ничего не мешает. Единственная просьба, чтобы обращение к жителям, чтобы жители закрыли окна двери, дабы едкий дым, который распространяется на территории энергетиков нижних черемушек, чтобы люди избежали вдыхания этого едкого дыма. Ситуация под контролем. 20-я больница готова, если вдруг будет какое-то отравление, принять людей, разместить, провести так называемое обследование лечения. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Ну а пока к другим новостям. В кадетском корпусе Кедровой отравились 17 курсантов. Все они ученики 6 класса. Этой ночью воспитанников доставили в инфекционную больницу Красноярска. Предварительный диагноз – кишечная инфекция. 11 человек утром отпустили домой. Шестеро до сих пор в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Руководство кадетского корпуса говорит, что якобы курсанты отравились своей едой, которую привезли из города после выходных. У нас как раз работают представители Министерства образования, здравоохранения, Роспотребнадзор. Сейчас будет проведена генеральная дезинфекция. И в конечном итоге, я думаю, в понедельник мы будем иметь четкие понимания, откуда пошло предварительно вот это кишечное отравление. В Роспотребнадзоре сегодня заявили ситуация на контроле. Сейчас проводится проверка. Результаты обещали рассказать позже. Напомню, в марте прошлого года в Красноярском кадетском корпусе также массово отравились 13 курсантов. Пользователи соцсети обсуждают сегодня погоню с образа «Инфинити». Видеозапись появилась в интернете. На кадрах видно, что «Инфинити» стоит в пробке на 78-й добровольческой бригаде. Внезапно ее пытается блокировать минивэн. Сотрудники Росгвардии выскакивают, чтобы задержать водителя, но тот пытается скрыться. Едет по тротуару. Едва не сбивает людей. Возле торгового комплекса из «Инфинити» выходят два человека и убегают. В интернете шутят. Погоня похожа на компьютерную игру «ГТА». Действия СОБРа критикуют. Пишут, действовали неумело. Но в Росгвардии поясняют. Водитель джипа в итоге не ушел. Его задержали в торговом комплексе. При себе у него обнаружили 5 граммов героина. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков». И главной теме возвращаемся. Пожар на Красноярском заводе холодильников. Ему присвоен четвертый ранг из возможных пяти. Как говорят спасатели, пожаров такого ранга у нас еще не было. Там загорелась крыша, часть кровли обрушилась. Общая площадь возгорания больше 20 тысяч квадратных метров. Многие красноярцы спрашивают, почему для тушения не привлекают авиатехнику. Но спасатели уверяют, что она не нужна. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Об этом пожаре пишут все федеральные СМИ. И подают эту новость, как пожар на заводе «Красмаш», который известен как оборонное предприятие. Но, напомню, по официальной информации, горит цех по производству холодильников. А цех, где производят ракеты, находится в километре. Никакой угрозы нет, по данным спасателей. Но есть опасения отравления угарным газом. Несколько улиц и микрорайонов в дыму. Людей просят не открывать окна. На месте продолжает работать мой коллега Илья Филонов. Илья, есть ли новые подробности? Да, Даша, ситуация мало меняется. Осложняет ее, конечно, погодные условия. Пошел дождь и сильный ветер, который, кстати, продолжается уже весь вечер. Дым с переменным успехом разносится по всей округе. Периодически просверкивает, прошу прощения, зарево, которое пытается залить пожарный. Добавлю, работают здесь порядка 90 человек, 20 единиц техники. Но, расскажу, нам удалось побывать на служебной проходной завода «Красмаш». Там, конечно, ситуация тоже сейчас напряженная. Поворот к этой проходной оцепили полицейские, никого не пропускают. На входе проверяют удостоверение только у военных. Люди в военной форме продолжают туда подходить. Не объясняет никто, для чего это. Никто не дает комментариев. Оттуда гражданских выпускают. У проходной нам удалось поговорить с женщиной, у которой там работает муж. Вот что она сказала. Давайте послушаем. Работает? Да, работает. И ничего не пускают, не знают? Не знают. А что вы знаете? Ничего. Что в холодильнике горят? Ничего. А давно? От него есть какая-то связь? Нет, связи нет. А я напомню, общая площадь возгорания 20 тысяч квадратных метров. На этой площади пожар удалось локализовать. Напомню, горит завод по производству холодильников, а именно цех готовой продукции. Там обрушилась кровля. Пожару призвоен четвертый ранг пожара. Никакой информации о погибших и пострадавших пока нет. По предварительной и неподтвержденной, отмечу, версии, причиной пожара мог стать химический взрыв. Но эту версию пока проверяют специалисты. А мы продолжаем работать на месте событий. И в конце выпуска расскажем последние подробности. Спасибо, Илья. Свяжемся с тобой в третьей части выпуска. Ну а пока продолжаем. Неожиданная новость пришла из правительства России. Накануне там сообщили, что переход на цифровое вещание в 21 регионе могут перенести с июня на октябрь. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков. Сроки цифровизации сдвигают уже не первый раз. И о том, что есть проблемы, стало понятно несколько дней назад, когда Министерство связи потребовало усилить разъяснительную работу в регионах. Но пока она неэффективна, потому что вместо разъяснений зрители видят в основном рекламу цифровых приставок. Она загрузится. Местных нет. Вопросов у людей меньше не становится. А многие так и не понимают, что же произойдет с 3 июня. А как смотреть местные программы? Останутся ли федеральные каналы? Программа цифровизации с самого начала пошла не так. Ее разработали в 2009 году. Таким образом власти хотели устранить информационное неравенство. Жителям крупных городов доступно десятки каналов, а в некоторых деревнях только 2-3. Изначально все должны были перейти на цифру еще в 2015 году. Но за 6 лет власти не успели подготовить не только техническую инфраструктуру, но и решить, а какие каналы вообще должны войти в мультиплексы. Программу дорабатывали, корректировали, меняли. Запуск перенесли на 2018, потом на 2019 год. А стоимость все росла. По последним данным на цифровизацию потратили 165 миллиардов рублей. При этом людям ничего не объясняли. А вся информационная и рекламная кампания свелась к тому, что просто нужно покупать приставки. Мам, вот приставка для цифрового телевидения. Не извини, надо бежать. Потом приеду, все настрою. А теперь о том, о чем на федеральных каналах не говорят. Во-первых, если вы купите приставку, то вы не сможете смотреть местные каналы. Программу цифровизации в итоге разработали так, что в мультиплексы вошли только федеральные каналы. Да и то не все. Второе. Для того, чтобы смотреть телевизор, даже с приставкой, нужна антенна. И третье. Доступные по цене приставки, некачественные, быстро выходят из строя. Их сейчас массово возвращают в магазины. Об этом говорят все продавцы-консультанты. Ну, я беру не для себя, а для мамы. Мне бы подешевле. Вот в этом-то фишка, зайдет которая по тысяче, да? Угу. Пойно люди просто приходят и возвращают. Потому что они толком не работают. В смысле, они ломаются быстро? Да. Они тупо. Они же демальны. Не, не хрен же показывать. Если покупать приставку, то с проходным антенным сигналом. Так она правильно называется. Она немного дороже обычной, в среднем на 200-500 рублей. И тогда на своем телевизоре вы сможете смотреть и местные программы тоже. Но людям это никто не объясняет. А Минсвязи требуют от регионов усилить работу по стимулированию продаж. Огромное количество вопросов возникает и к государственным краевым СМИ, которые занимаются тем, что агитируют людей приобретать эти самые приставки. В условиях, когда, если человек покупает приставку, он теряет, например, краевой государственный телеканал Енисим. Ровно все ради одного. Исполнение, выполнение плана по числу приставок, установленных в Красноярском крае. Это не имеет никакого отношения к интересам людей. Люди хотят и должны иметь возможность смотреть местные каналы. Вот так и получается. В программу вложили миллиарды рублей. Но 80% красноярцев это вообще никак не коснется. Они подключены к кабельному телевидению и переход на цифровое даже не заметят. Проблемы и неудобства создали как раз оставшимся 20%. А это в основном пенсионеры и люди малообеспеченные. И теперь им нужно решить, как смотреть и федеральные и местные новости. Либо купить новый телевизор, либо приставку с проходным антенным сигналом, либо подключиться к кабельному оператору. А власти, федеральные СМИ, вместо того, чтобы все это людям объяснить, просто рекламируют цифровые приставки. Только не опоздай, а то аналог отключат. Дарья Тарасенко, Владимир Антонов, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. И сегодня в Министерстве связи так и не смогли пояснить, когда аналоговое вещание отключат у нас в регионе. В июне или в октябре. В общем, вопросов становится все больше. В понедельник, 29 апреля, мы проведем специальный эфир программы «После новостей». Постараемся ответить на ваши вопросы, объяснить, кому и что нужно делать в связи с переходом на цифровое вещание. В Красноярских поездах с 1 мая начнут действовать скидки для льготников. Анна Копылова и Красная Армия заработают новые выделенные полосы. Все подробности в рубрике «Новости коротко». Для красноярских льготников сделать скидку 50% на проезд в поездах. Действовать она будет уже с 1 мая до 30 сентября как раз на весь сдачный сезон. Скидка положена пенсионерам, ветеранам и многодетным семьям. Чтобы ее получить, нужно обратиться в районное управление социальной защиты и получить справку на соцподдержку. Предъявляете справку и получаете билет со скидкой. Красноярство зовут покататься на коньках на майских праздниках. Массовые катания пройдут в Ледовом дворце «Кристалл-арена» и в арене «Север». Они будут идти каждый день. На коньки встанут даже герои «Марвел». Так, 5 мая в «Кристалл-арене» во время вечерних сеансов с 6 до 7 вечера пройдут тематические массовые катания с супергероями. В спортивных комплексах работает прокат и заточка коньков. Можно также прийти, конечно, и со своим инвентарем. Возле объектов есть парковка. Вход 200 рублей, заточка коньков 150 и льготникам скидка 30%. И на майских праздниках в Красноярске заработают две новые выделенки. Первая на улице Красной Армии от Корнеева до Пушкина. Вторая на Копылово от Кицхавели до Корнеева. Действовать они будут уже с 1 мая. Напомню, штраф за выезд на автобусную полосу – 1500 рублей. Вы смотрите новости ТВК. Мы работаем в прямом эфире. И главная новость сегодня – пожар на заводе холодильников. Все произошло около 8 вечера. Площадь возгорания составила больше 20 тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля. Пламя достигало высоты многоквартирного дома. Клубы дыма было видно со всех концов Красноярска. По предварительной информации погибших, пострадавших нет. На месте продолжает работать наша съемочная группа. Илья Филонов на связи со студией. Илья, ждем от тебя подробностей. Да, Даша, мы по-прежнему продолжаем работать на месте событий. Сильный ветер мешает по-прежнему сотрудникам МЧС сбивать пожар. Но добавлю, он уже локализован. Сейчас за моей спиной можно видеть черный столб дыма, который рассылается до самой Березовки, откуда нам звонили очевидцы. И спрашивали, что происходит. Черный дым, потому что на крыше мазут. По нашей информации, здесь сейчас работает выдвижная эколаборатория, чтобы сделать замеры воздуха. Специалисты просят жителей близлежащих домов не открывать окна. Если станет плохо, советуют сразу обращаться в скорую помощь. 20-я больница, добавлю, уже готова принять возможных пострадавших от ЧП. Вообще все произошло около 8 часов вечера. Горит завод холодильников, конкретно цех готовой продукции. Боевой техники там нет. Остальным цехам огонь тоже не угрожает. Склады сборки ракет «Сармат» и «Синева» находятся в километре от загоревшегося цеха. Опасности детонации ракет нет, сообщает наш источник. Все это находится на территории завода «Красмаш», который больше известен как оборонное предприятие, где производят ракеты. Поэтому к нему такое большое внимание. Федеральные СМИ сейчас пишут, что горит завод «Красмаш», но это не так. Повторюсь еще раз. Горит завод по производству холодильников, но находится он на территории предприятия, а потому сейчас там усиленный пропускной режим. Оттуда выгоняют всех гражданских. Гражданских же туда и не пускают. Входят по специальному пропуску туда только люди в военной форме, видимо, для помощи в локализации и устранении пожара. На месте работают 20 единиц техники, около 90 человек личного состава спасателей. Пожару присвоен четвертый ранг опасности. Общая площадь возгорания, на которой, добавлю, локализовали пожар, составила 20 тысяч квадратных метров. На здании произошло обрушение кровли. Пока никакой информации о пострадавших или погибших не поступало. Имеется предварительная, кстати, неподтвержденная версия, что причиной возгорания мог стать химический взрыв. Но эту версию пока проверяют. На этом мы заканчиваем сегодня вещание. Все подробности расскажем уже в следующих выпусках новостей ТВК. Не пропустите. На этом у меня все. Студия. Спасибо, Илья. Да, еще раз повторю, что все новые подробности и возможные причины этого серьезного пожара смотрите завтра в выпусках новостей ТВК. А пока к другим новостям. Енисей впервые на своем поле выиграл матч Премьер-лиги. Накануне футболисты обыграли Оренбург с результатом 2-1. Счет открыли красноярцы. За 10 минут до финального свистка гости его сравняли. А за 40 секунд до конца матча нападающий Енисей Александр Кутьин забивает решающий гол. Эта победа стала особенной для нас. Ведь футболисты впервые обыграли соперника на центральном стадионе. Вот только радоваться не приходится. До конца сезона всего 5 игр. А Енисей на последнем месте с 13 очками. Следующий матч команда сыграет в Москве. Воскресенье против Локомотива. Фонд капитального ремонта отремонтировал 2000-й дом. Юбилейную табличку сегодня повесили на Тельман 30А. Там впервые почти за 40 лет обновили лифты. А сколько домов планируют откапиталить в этом году, расскажет Илья Филонов. Такого лифта Екатерина Григорьевна не видела за всю историю этой девятиэтажки. Квартиру здесь на Тельмана она получила одной из первых. Это случилось 25 декабря 1980 года. За 39 лет здесь многое устарело, особенно лифты. Старое есть старое. Оно очень часто менялось, ломалось. Оно очень часто. Мы застаревали. Я даже сама застаревала. Вы знаете, я, например, панно не ждала. Я когда увидела панно, они сказали, когда мне показали, я вообще, какая-то радость была. В лифтах расширили двери, чтобы входила коляска. Установили стальные ручки. На кнопки нанесли шрифт Брайля. А самое главное, кнопки эти не горят, говорят производители. По их словам, этот лифт сошел с конвейера 2000-м. И установили его в 2000-м отремонтированном доме по программе капремонта. Даже табличка такая на стене теперь есть. Впереди у властей большие планы. Мы должны в этом году отремонтировать 2428 домов, выполнив более 3500 видов работ на этих домах. Надо сказать, что первый квартал региональный оператор выполнил 100%, даже больше, чем 100%. Из 252 домов по плану было отремонтировано 292 дома. Но расслабляться не стоит. В региональной программе капремонта почти 15 тысяч домов. Помимо подъемников надо чинить фасады и кровли, приводить в порядок чердаки и подвалы, менять инженерные сети. Существует программа капитального ремонта, которая рассчитана на 30 лет. Все дома уже стоят в определенном периоде, с определенным видом работы, который будет производиться. Посмотреть, что и когда отремонтируют у вас, можно на сайте фонда и подать заявку. Специальная правительственная комиссия рассмотрит ее. И если дом действительно в ужасном состоянии, перенесет сроки ремонта. Илья Филонов, Владимир Антонов, Новости ТВК. Дары Камчатки снова можно купить в Красноярске. Чавыча, семга, корюшка уходят с прилавков за считанные секунды. В чем секрет, расскажет Нина Курганова. Потрясающее разнообразие морской рыбы. Как традиционной, так и изысканной. Тушка, чавыча, палту, стунец, креветки и клешни краба. Продукция напрямую с коптильней попадает на прилавок. Отличить дикую рыбу от искусственно выращенной можно по белым прожилкам. Они говорят о том, что рыба обитает в дикой природе. Среди даров Камчатки несколько видов красной икры, скумбрия, сыровяленый омуль, белорыбеца и свежие консервы. Где в обычном магазине такая рыба и такой продукт? Вы видели? А это с Камчатки. Это, во-первых, свежая рыба, хорошо сделанная, вкусная. Все время, как только начали приезжать к Камчатской выставке, все время берем. Икры возьму полкилограмма, чавычи возьму малосоленой килограмма два. А почему именно здесь? А вы где чавычу видели еще? Кроме Камчатки. Ее нигде нет. Здесь ее нет. Уже не хочется форель, не хочется семга, да залежалая. А тут вкусно. Рыба с берегов Камчатки не только вкусная, но и полезная. Красное мясо богато микроэлементами и полинасыщенными жирными кислотами, которых так не хватает во время авитаминоза и весенней хандры. Испечь пироги, сделать котлеты или добавить в салат. Из камчатских деликатесов хозяйки могут попробовать любое блюдо. Приобрести деликатесы можно в ДК «Комбайны строителей» на первом этаже с 26 апреля по 2 мая. Еще раз напомню, что главная новость сегодня – пожар на Красноярском заводе холодильников. Ему присвоен четвертый ранг из возможных пяти. Как говорят спасатели, пожаров такого ранга у нас еще не было. Там загорелась крыша, часть кровли обрушилась. Общая площадь возгорания больше 20 тысяч квадратных метров. Многие красноярцы спрашивают, почему для тушения не привлекают авиатехнику. Спасатели уверяют, что она не нужна. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет. Об этом пожаре уже пишут, написали все федеральные СМИ. Они подают эту новость, как пожар на заводе «Красмаш», который известен как оборонное предприятие. Но по официальной информации, горит цех по производству холодильников. А цех, где производят ракеты, находится в километре. Поэтому никакой угрозы нет, говорят в МЧС. Но есть опасения отравления угарным газом. Несколько улиц и микрорайонов дыму людей просят не открывать окна. На месте до сих пор работает наша съемочная группа. И все подробности смотрите в ближайших выпусках новостей завтра в 20.00 и в 23.00. Ну а пока на канале ТВК информация о погоде. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!